Также очень важная вещь, если вы используете кислоты, то обязательно используйте SPF. Но даже если вы не используете кислоты, все равно пользуйтесь SPF круглый год. Потому что на солнце он превращается в канцероген и подходит для чувствительной и даже детской кожи. Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как же выбрать правильно SPF. Но прежде хочу вам напомнить, если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не потерять. А пока вы нажимаете на красную кнопку, мы начинаем. Вообще принято считать, что наша кожа на солнце может находиться без обгорания где-то 10 минут. То есть 10 минут солнце не травмирует кожу. Затем вы берете свой SPF и смотрите, какая цифра на нем написана. Например, SPF 20 умножаете на 10 и у вас есть 200 минут безопасного нахождения на солнце. Помните, что цифра SPF говорит о том, насколько долго вы можете находиться на солнце без вреда для кожи. Также, чтобы SPF не забивал поры, в его составе не должно быть оксибензона. Это сильнейший аллерген, который может проникать через кожу в кровь и может влиять на уровень наших гормонов. Поэтому этот компонент считается очень токсичным, хотя его до сих пор продолжают использовать. Также в составе не должно быть ретинол-пальметат, потому что на солнце он превращается в канцероген. Ищите в составе всегда оксид цинка и диоксид титана. Эти компоненты физически блокируют ультрафиолетовые лучи. При этом они не всасываются в кожу и подходят для чувствительной и даже детской кожи. Также не забывайте очищать кожу от SPF, потому что она как пленка покрывает кожу и ничего не может проникнуть в нее. И, конечно же, ничего не может выйти из нее. Поэтому этот барьер на коже нужно обязательно смывать двойным очищением по вечерам, то есть гидрофильным маслом. Про двойное очищение я говорила в этом видео. Если интересно, переходите и смотрите. Вкратце скажу. Вначале вы умываетесь гидрофильным маслом. У меня от Vamisa, и оно мне безумно нравится, потому что у него идеальный состав. Это корейский премиальный бренд, очень хороший, с хорошим составом. И я им пользуюсь на постоянной основе. Он очень экономично израсходуется, поэтому если вы ищите гидрофильное масло, то можете обратить на него свое внимание, не пожалеете точно. Далее нужно умываться обычной умывалкой с хорошим PH. Я бы пошла, принесла бы, все показала, но, к сожалению, я сейчас вся в проводах, поэтому встать не могу. Покажу здесь. Вот такая умывалка у меня. Ее заказывала с сайта iHerb. Это бренд iHerb. Он очень хороший состав этой умывалки. Тоже просто идеальный. Без каких-либо вредных ингредиентов. Очень хорошо очищает кожу. В составе есть также кислоты. И у нее очень хороший PH. И, кстати говоря, если вы захотите вдруг сделать заказ с iHerb, то промокод на скидку с прямой ссылкой я оставлю в описании. Если вы правильно выберете SPF крем, то у вас прыщей от него точно не будет. Пример хороших SPF я также покажу вам сейчас на экране и оставлю их в описании. Также вы должны знать, что ни один SPF не защищает вашу кожу от ультрафиолета на 100%. Если у вас кожа очень белая, очень бледная, то я вам настоятельно рекомендую пользоваться SPF 50. А когда вы находитесь летом на пляже, то SPF нужно обновлять каждые 2-3 часа. Тем более, если вы искупались и смыли SPF морской водой. И помните, что есть определенные часы для загара. Это утренние и вечерние часы. В это время самый безопасный ультрафиолет. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным и интересным. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ставьте лайк, если понравилось видео. Можете и дизлайк влепить, если не понравилось. И обязательно подписывайтесь, чтобы не потерять. Желаю вам отличного настроения. Чаще улыбайтесь. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.